доброе доброе утро всем кто вышел из крео сна с вами пётр и сейчас мы будем снижаться мы прилетели к точке нашего назначения не в то горло пошло поэтому давайте надевайте космические кипки доставайте космический коньяк и давайте уже колонизировать эту планету история такая мы летели летели но не долетели мы получили сигнал из глубин космоса это сигнал какая-то песня может быть это чак бери может быть от элвис пресли но я предпочитаю чтобы это был трек smash с альбома смеш группы нет группа называлась не smash группа назывался называется ospring кстати пользуясь случаем хочу поздравить дэкстра холланда с получением докторской степени теперь ты в клубе так о чем да прилетели еще не прилетели но и мы решили все равно короче недалеко всего в неделе пути поэтому давайте-ка прилетим туда и разберемся кто там устроил пиратскую радиостанцию как вы поняли он крутит типа музыку без лицензии это отсылка была к недавнему происшествию салоном вейком кстати я обратил внимание что в моей крио камере совершенно отличнейшая акустика я прям чувствую как вибрируют мои ноги каждый раз когда я что-либо говорю к сожалению не все из нас проснулись капитан приказал долго жить капитана играл гарри осборн из этих его моим фильмов о чайке пуке он умер сразу он даже не проснулся очень-очень жалко парня ему всего сколько там 38-39 лет такая глупая смерть жена конечно ё-моё в горе печали и так далее самое главное то что капитаном становится какое-то религиозное чмо он так и говорит я знаю почему они сделали капитаном потому что я верю в бога а в будущем никто не любит людей которые верят в бога это темное бездуховное будущее по традиции они прилетают прилетают на планету такая знаете планета похоже на похоже будто они спустились в как называется в шир не в широ в этот рохан ну короче где-то там в новую зеландию прилетели где-то там рядом бегают орки и так далее естественно мы спускаемся на планету без скафандров это же зачем скафандры мы же знаем там хотя нам даже не показали что и провели какой-то адрес атмосферы или типа того просто люди выходят в походном снаряжении сам ё-моё 4 а 1 ими там или что-то в этом короче короче это модификация там 16 модель в таких охотничьих шапках рюкзаками вот люди собрались по ходу они типа колонизаторы высадились на планету ну вы знаете мы это закончили кстати люди которые интересуются что же это у меня в руке к сожалению у меня не было квадратной бутылки но первую ё-моё половину фильме не давала покоя одна мысль смысл в том что когда гарри осборн сгорел команду строила поминки и они достали джек дэниелс и сказали ну это любимое пойло нашего капитана он всегда его пил и очень любил потому что там нет никакого говна отличнейшая продукция все пить будут всякие да мы все будем пить спрашивают робота а ты робот будешь пить ну я же робот конечно же я буду пить это же джек дэниелс в общем такого продакт-плейсмента я не видел даже я все думал сколько короче заплатили за это потом я думал о дизайне бутылки и вообще знаете о судьбе фирмы джек дэниелс как у них там в будущем все это произошло как там компании их перекупили там кто и владеет может быть вейланд ютани дэниелс уже там называется эта фирма и вот вот эту бутылку допустим она у них до сих пор так и не изменялся ли это какое-то специальное юбилейное издание которое они решили повторить эти вопросы и доволи меня покоя жуть я слышал какой-то звук они спускаются на планету спустились там приземлились на озеро все дела вышли вот эти наши охотники и говорят ну так короче вы ждите нас мы типа пойдем там разузнаем вот они топают топают эти восемь километров до этого радиоприемника они там разделились еще там оставили позади себя жену нового капитана и вместе с ней какого-то мужика сами ушли и этот новый мужик новый мужик сказал я пойду отолью совершенно нормально типа отмазать что все любят типа пассать все дела а на будущем просто запрещены сигареты на разрешен джек дэниелс в чем дело прочь присел курит сигарету а может быть это была особая сигарета не стану похоже на обычную сигарету но может быть он короче как ты родниться с этими курками из прометея который или планет начали отдавать его поцелуем ну так вот у него почти то же самое только инопланетные грибы давайте-ка их попробуем ладно накипа пробовал только их понюхал что-то в этом деле но это были злые поры короче он там наступил на какие-то грибы знаете такие бывают в лесу грибы вы на них наступаете и они спускают поры так вот эти поры ему залетели не они в ноздри в ухе в ухо залетела ему это злая пора и начала делать свое злое дело в то время наши мужики и женщины которые дошли до этого сигнала радиосигнала нашли этот бублик летающий в нем все дела там не был свой мужик там в идиотской шапке который тоже занюхала грибы только вот они ему влетели как раз в ностре ему тоже начинает становиться жутко хреново и они а нашим мужиком жутко хреново они блюют и кровью и черной жидкостью и так далее а в конце концов в конце концов все заканчивается для них очень плохо затаскивают первого мужика который был женой капитана на корабль на корабль корабль космический из которого они спустились этот челночок там у них естественно этот мед отсек карантин сидела если вы видели трейлер виртуальной реальности чужого завет там где мы все видим от лица я бы назвал его кастоломом ну в общем чест бастер хотя на самом деле это не чест бастер это какой-то новый зеноморф который вылезает вот в общем нам показывают ту же самую сцену но только смонтированную и снятую по-нормальному люди как всегда ведут себя как полный идиот и подскальзываются на крови по 10 раз это мелочь там знаете она размером с липут условно говоря знаете просто к ногой можно раздавить но люди знаете они пацкать причем все подсказывают а каждый кто увидит и падает и подняться больше не могут они могут только у них знаете задница пролетает полу там особые космические полы все ой тут маленький пивотинный новок я его вовну и буду им выпиваться в общем нормальные люди конечно его просто нормальные люди перзавели бы как только оно выпало у кого-то из спины кстати опять же новый поворот сюжета новые зеноморфы они вылезают откуда угодно и они знаете грудак они больше не ломают они лезут откуда угодно у одного из спины у другого из рта у третьего из задницы про задницу я пошутил но вполне вероятно что это было и потому что их очень много было и вполне вероятно что у кого-нибудь все-таки он из задницы и вылез тогда бы это было очень смешно да а может и нет может быть и нет я не знаю помянем помянем его и в общем дальше начинается паркерского периода их окружает со всех сторон мне показалось будто бы там было даже не два неоморфа их называют не аморфами не знаю пусть будет не аморфами они там знаете в этих зарослях прячутся по ним стреляет но чистый паркерского периода 2 и потом приходит из этого лордерона эльф в плаще и говорит следуйте за мной они за ним следуют и потом выясняется он их там приводит в этот город в этом городе дофига мертвых ё-моё ну по силуэтам они похожи на человеков но это не человеки это вот люди которых с которыми у нас днк совпадает на сто процентов но это инопланетяне вот если вы помните с промете хотя они вовсе и не такие страшные как первом фильме кстати пользуясь случаем хочу сказать что к прометею темы прометея фильм практически знаете мне показалось что он их опускает мне показался не такой претенциозный как предыдущая работа нашего ридли скотта они-то знаете слегка обманываются о том что мы должны эти создатели мы должны найти создателей иногда цитируют всякую там какую-то красивую штуку но мне кажется там уже было меньше этой фигни про библейскую там всякая вера не вера там верующие ученые не верующие ученые вся эта фигня который человек говорит типа у я типа веру в богу и поэтому меня дискриминирует это буквально одна строчка кстати говоря о темах я залез в интернет и там написали короче что в этом фильме есть два гея и я тоже обратил внимание что в фильме были два мужика которые то ли посмотрели друг на друга как-то то ли поцеловались что-то в этом роде я что-то как-то это пропустил но в общем что-то такое возможно и было так о чем я да и знаете там такой такая фишка то что у них есть на борту android который с ними и пошел этого андроида играет тот же человек который играет другого андроида который в прошлом прометея всех замочил или он не мочил всех ну что-то нам плохое сделал который в общем фанатеет от чужих я не знаю в чем его проблема но он почему-то не любит людей кажется ну так вот и смысл в том что их играет один актер у них одинаковая рожа хотя это разные модели я имею ввиду не то что разные модели в смысле там один зум второй другой зум второй нет это зум 1 зум 5 но у них одинаковые рожи их никто отличить не может и это знаете это совершенно не случайно человеку кстати который запорол этот вист который видно все равно ему с расстояния с километром я хочу страну открутить голову уж это неприятно когда знаете такой думаешь сходить на этот фильм не сходить а те сразу короче с порога и говорят что убийца дворецкий это и так 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 плохо делать у меня кончается тут камера не боитесь у меня есть запасная запасная это никуда не кончится там все будет офигенно и все это время что он сидел в этой пещере его чужие не ели я не знаю почему не ели возможно потому что он робот а возможно потому что он с ними подружился но он проводил жуткие там эти генетический опыт и выводил супер-пупер чужих в общем спойлер спойлер он вывел чужих но не тех чужих которые уроды короче которые новые чужие не он вывел настоящих чужих которые там сейчас бастрами и прочее дерьмо и естественно он скармливает вот наших героев которые пришли причем все они ведут себя как себя как идиоты никто там связь не держит и так далее там есть момент когда господи не помню из этих не не помню никого как звали и проблема в том что понимаете там люди это чисто покормить ему некроморфов ха странно да 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 покормить некроморфов это я просто вспомнил один забавный случай жизни не имеющий отношения к происходящему да уходит значит одна женщина там то ли помыться то ли еще чего в общем под накусали ее эти зинаморфы и тут такая тема что сзади подкрался зинаморф она медленно-медленно развернулся и он ей быстро быстро ей голову то ли оторвал то ли еще не важно в общем он ее убил потом пошел типа капитан проверить там а там ё-моё наш любимый дэниел ё-моё ебет нашего любимого зинаморфа нет на самом деле нет они просто говорят но они так говорят что у них короче процесс движется мы знаем в каком направлении он движется капитан делает единственную разумную вещь во всем фильме который вообще кто-либо делал все люди поступают я уже как идиоты а не па когда типа нельзя снижаться они снижаются когда-то можно что-то занести они это когда можно сажать какую-то гадость они жрут в общем полные дегенераты выведены специально в какой-то секретной лаборатории вот там где выращивают героев фильмов ужасов потому что иначе это будет не фильм ужасов это будет просто классный наверное боевичок в космическом сеттинге так вот он застреливает этого зинаморфа мне показалось будто бы это был даже дьякон хотя может быть он просто они все были дьяконами но он просто был какой-то большой такой у меня на самом деле удивило сам факт того что он его застрелил я думал у него ничего не получится нет парень по-пу-пу-пу-пу-пу расстрелял дэвид конечно жутко расстроился капитан вместо того чтобы его отправить вместе с зинаморфом такой чё тут типа творится давай говори он такой с выражением этого гнибала лектора да я вам сейчас типа все покажу типа все пойдемте со мной в этот подвал пожалуйста вот смотрите тут я проводу проводу тут я провожу бесчеловечные опыты над людьми пришельцами там и так далее выращиваю всякие зубные патогены здесь у меня коллекция вирсов тут у меня на верстаке лежит героиня главного фильма ведь у нее сломана короче грудная клетка да ой а знаете у меня еще один подвал пойдемте во второй подвал давай сходим что ли пойдем сходим сходить во второй подвал подвал заполнен яйцами 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 чужих и капитан что это за фигня для пасхи вроде бы еще рано он такой это такая типа фигня вы не бойтесь это совершенно безопасно посмотрите какое яйцо а можно его потрогать да конечно трогайте яйцо слушайте круто знаете это как этот контактный зоопарк а яйцо ой она открылась это нормально да да это нормально знаете вы туда можете засунуть голову могу да правда да да это совершенно безопасно спасибо классная тема ой а мне показалось там что то есть что это такое ой 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 это там очень интересно знаете можете еще раз голода засунуть раз ты просишь ой 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 примерно так это произошло вы думаете я преувеличиваю нет 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 ни капли выпьем за здоровье капитана чужие у нас на стероидах помните все короче ругали чужих из четвертой части то что они слишком быстро размножаются эти чужие они даже не размножаются они настолько оборзели что они даже вылазят не чест бастерами маленькими такими зародышами красивыми они уже живыми вылазят и главное это делать буквально знаете через пару минут только эта фигня тебе сделала оральный секс и уже через пять минут ты готов рожать вот такой вот кошмар и ты живородящий он тоже ой зря я на петличку трогал да но ничего страшного и вылез чужой уже знаете готовый а самое смешное через две минуты он не только готовы он уже и по два метра роста и жрет остальных вот такая вот хуйня малята хорошего киборга плохой киборг стать тоже убил один раз но хороший киборг как терминатор он вернулся он i'll be back и даже спас нашу героиню когда плохой киборг пытался ее убить дальше у нас происходит сюжетный поворот который все видят но от этого знаете о господи я до конца фильма до думал господи ну нет но нет но нельзя так это слишком банально слушай рипли рипли ридли рипли скотт его новая кличка это рипли скотт может даже скотина скотинушка это будет дробжелюбно скотинушка риплинушка но пожалуйста ну давай замутить такой поворот что на самом деле киборг то хороший но нет это плохой киборг я вот только одного не понял смысл в том что хорошего киборга чужой отпустил руку и у него одежда другая и прическа другая и все дела но и так вот когда плохой киборг убил хорошего он что его типа раздел отрезал себе руку там и так далее и успел все это проделать и потом добежать до спасательного шлюпа или же он как-то перекачал свою память типа хорошему киборгу там все это оставлено за кадром меня это жутко бесит я думал раз вы показали что эти плохой киборг может быть в конце покажите что типа стало с хорошим типа ну что он там лежит там или что-то в этом роде нет нифига типа тайна сия покрыта есть естественно когда они на шлюпки убегают за ними завязывается чужой стоп на не этого чужого убивают а да 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 это чужой не убивает причем делать это конечно с помощью машинериями кстати понравился этот кран который вот так хватает и в говно и улететь вообще все это кстати если я еще не сказал то фильм очень красивый он такой серенький серенький блёк ленький блёк ленький но картинка такая очень а вот рассматриваете интерьеры корабля вообще большой любитель не знаю в чем дело но вот в чужих на мой взгляд вообще всегда интерьеры очень классные я прям обожаю это делать могу просто да мне даже без разницы там происходит мне просто нравится мне нравится интерьеры этого корабля как он кстати называется я не помню а вообще нам его название говорят это не важно главное то что у нас там груза вместо роды 2000 колонистов ну так вот все таки один чужой пробирается на борт как он пробрался одного мужика знаете там одного мужика кстати опять же странный чумент на него набрасывается этот оральный насильник но этого орального насильника буквально тут же врывают это странно это знаете это по-моему первый случай в истории франшизы когда орального насильника от лица снимают но это не помогло это не помогло тот мимолетный контакт что у него был это было уже достаточно чтобы сбеременеть и через пять минут как мы все помним он дает рождение чужому но делать это естественно на борту чужой естественно сразу здоровый сука и начинает всех жрать там дальше сцена в душе очень нам сцена в душе очень кстати на мой взгляд дешевые знаете как будто это была пятница тринадцатая пара ебется в душе к ним сзади подходят маньяк маньяках убивает ну прям чистый джейсон кстати вот этот момент с хвостом это кстати был полный это был полный рипли это был полный рипли скот когда этот хвост между ног такой да очень безвкусно очень безвкусно да совсем совсем не красиво в общем этого чужого они вышвыривают за борт слушайте они всех чужих вышвыривают вообще знаете это универсальный способ убить чужих есть чужой его может только вышвырнуть вышвырнули они его ну они его вышвырнули с орбиты знаете там первый чужой который вышвырнули с орбиты причем очень классно вышвырнули вы знаете его сначала задавили а потом вышвырнули вот это короче по нашему это очень круто самосвалом каким-то ема или слушай а как называется такая вот у меня мозг отказывает ребятки как называется такой автомобиль с ковшом спереди если вы знаете вы молодцы я поставлю вам не только лайк я вам поставлю 5 звезд убивают они этого чужого ложатся спать свои постельки свои постельки ложатся спать и тут такая героиня говорит слушай дэвид фу дэвид волтер 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 так зовут хорошего киборга вот она лежит в этой кривой камере волтер а ты поможешь мне на нашей новой планете построить домик у озера и волтер такой конец а дальше такой дэвид такой ребята мать но если вы помните мать так зовут компьютер компьютеров чужих он всегда мать только тут рада мама неважно поставь ко мне музычку данный что тебе поставить а поставь ко мне полет валькирий нет не полет валькирий это было бы слишком круто поставь не восхождение волгал и начинает отрыгивать ее мое мордахватов и вместо того чтобы налепить кому-то наружу почему-то кладет и к другим эмбрионам таким в заморозке такой уходит крутой в общем чё это было я не знаю у меня двоякое впечатление о фильме с одной стороны все ведут себя как дегенераты но я к этому к сожалению привык с другой стороны у этого фильма много сторон не за может 15 поэтому вы не придирайтесь к моим словам с другой стороны у этого фильма как выражаются некоторые я об этом тоже сам подумал а потом еще кто так и выразился синдрома ее мое пробуждение силы слишком ремейково суки ничего нового придумать не могут хотя мне сначала показалось что чё-то новое короче и будет в общем основной смысл в том что летит корабль получает типа сигнал летят черт знает куда хотеть да даже был не сигнал бедствия вот пойти с одной стороны все точно также с другой стороны точно также дебильно раньше люди получили сигнал они его решили что это сигнал бедствия и поэтому было логично то лететь тут же люди просто поймали пиратскую радиостанцию решили слетать свернуть с курса причем ребята это не просто какая-то я машку да октавия это гигантский корабль 2000 колонистов прочего дерьма ответственность нет давайте короче свернем посмотрим чё там кто там чё слушает какая нахер разница кто чё слушает если что-то можно сделать через жопу эти люди делают через жопу но по крайней мере да да все очень плохо это плохо уровня того что киборг обмакнул палец в стакан с моей выпивкой а я на это не обратил внимание вообще такой злой этот дэвид мне так не нравится а уолтер такой хороший это так странно потому что уолтера мне хочется обнять а дэвида мне хочется убить нахер кстати в этом фильме сказали одино слово хер да и больше там не выражались хотя слова хер конечно не является матом тем не менее тем не менее да что-то из разряда что там за херовина или не 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 там творится какая-то херня вот так так прямо и иллюзи подсказали да сложно сложно рекомендовать этот фильм мне кажется знаете кому этот фильм что интересно людям которые нравятся чужие этот фильм я не порекомендовал потому что у них будет рвать задницы задницу у них будут рвать но вы некроморфы потому что некроморфы неоморфы новые зиноморфы потому что все person изamos не так мы привыкли Сначала они изнасиловали наших диск-жокеев, теперь они изнасиловали наших зинаморфов. Очень прискорбно, весь лор летит, конечно, в тартарары, и, что интересно, у серии появился новый злодей. Я к тому, что раньше, ну, разве можно было, допустим, чужого назвать злодеем? Как бы, злодеем в смысле этого слова, в смысле Лекс Лютером, там, или типа того. Это просто зверь, это почти что сила природы, это почти что метафора, которая убивает людей. Теперь же у серии появилось лицо, лицо злодея, злодейское лицо. Это Дэвид, он суперзлодей, он очень не любит людей и готов их изнащитожать любыми способами. Сука, а что он делал с инопланетянами, планетянами? Так, такая сука. Кстати, интересная тема, знаете, у этого фильма есть пролог, в интернете лежит. И даже два пролога. Правда, один называется пролог, а другой не пролог. В общем, сцена до того, как все ушли спать. И сцена, как прилетела наша героиня из первого фильма, имени, которую я не помню, кажется, Кейт. Кстати, опять же, я не помню, если он и убил, зачем он сделал ей могилу? Такая тема, у него зачем-то есть надгробная плита в садике, и там написано ее имя, и будто бы это ее могила. Хотя, на самом деле, никакой могилы у нее и нету. Зачем это сделано, я не знаю, зачем он построил эту могилу. Но, с другой стороны, мне этого киборга не понять, потому что он дефектный. Он любит цитировать стихотворения, но называет авторов неправильно. О, типа, я великий Азимандия, посмотри на дело рук моих. Кругом пустыня и небеса над ней. Как-то так. И говорит, это, типа, Байрон, 1818 год. А ему говорит, хороший киборг. Вообще-то, это Шелли, 1924. За года я не ручаюсь, я года не помню. И такой... Я, кстати, опять же не понимаю, они роботы или не роботы? У них нормальная память или нет? Как, ее мое, сука, робот может ошибаться? Или он совсем плох, совсем лох? Очень обидно. А вот люди, которые о чужом не слышали, я думаю, им может даже понравиться. Кстати, статистика странная. Это, по-моему, самый посещаемый фильм, на котором я был за последние пять лет. Зал был забит битком. И это, знаете, это не тот фильм, на который я, типа, ждал видеть кучу народа. Почему? У нас так много фанатов чужих. Или сегодня была какая-то акция, которую я пропустил. Почему было столько людей в кинозале? И самое страшное, самое страшное. Я вам расскажу, знаете, что самое страшное? Это был утренний сеанс. Это был утренний сеанс. И зал был... ЗАБИТ. Что такое? Что произошло с людьми? Может быть, там какой-то популярный актер или Ридли Скотт вновь стал модным? Я не знаю, это загадка, загадка. А возможно, это были просто какие-то суки видеоблогеры, которым надо по-быстрому запилить свой сука-блог. И выложить поскорее в сеть. Хотя, вроде, примера была вчера, если не ошибаюсь. Что они вчера тогда не сказали, да? А, я понял, это видеоблогеры тормоза. Ну, а вы тормозами не будьте. Пожалуйста, я думаю, я достаточно сказал. Смотреть, не знать фильм. Знаете, на самом деле, я бы его не смотрел. Надо взять, ничего там интересного нет. Лучше сходите и посмотрите. Знаете что? Какие у нас фильмы еще? А вообще, сейчас что-то идет? Может, сейчас просто одно дерьмо идет? Я знаю. Посмотрите какую-нибудь старую анимеху. Из 80-х, 90-х. Например, какой-нибудь, которая начинается на букву И. А почему И, чтобы вы ее не посмотрели? Потому что аниме-то зло. Вот так вот. Короче, все. Я ухожу в Криосон. Увидимся, не увидимся. Я не знаю. Если на борту есть мордохваты, мне похер. Да, еще принесите мне, пожалуйста, мыло. И еще пены с солью. Потому что, когда мы приземлимся, устроим колонию, я буду сидеть в этой скриокамере. И я тут не вылезу со своей любимой мочалкой. Да, моя любимая мочалка. Все. Все, все, отбой. Отбойс, отбойс. Отбойс. Бойс и дюлс, отбойс. О, е-мое. Как, 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 как неприлично. О, господи. Черто. Ой, е-мое. Вы этого не видели. О, бли... Субтитры сделал DimaTorzok